Доброе утро! Сегодня 28 января, четверг. Спасибо, что встречаете этот день вместе с нами. Доброе утро, Алан. Доброе утро, Алена. Слушай, а ты знаешь, как организовать себе питание во время рабочего дня? Ну, начнем с того, что на работу нельзя приходить голодным. Многие имеют привычку по утрам лишь выпить чашку кофе, что не очень полезно. Ну а что касается обеда, то в столовой лучше выбирать простую и легкую пищу. Ну а если такой возможности нет, то приносить обеды с собой. Ну а какую еду полезнее брать с собой на работу? Вот. Прямо сейчас об этом следующий материал наших корреспондентов. Обычно на работе мы проводим большую часть своей жизни и в рутине офисных дел не замечаем, как проходят дни. Между делом перекусывая бутербродами не следим за своим питанием. А зря, ведь нежелательных гастритов и язв избежать можно легко. Стоит всего лишь брать с собой на работу готовую еду из дома. Это поможет не только сохранить здоровье организма, но и сэкономить деньги. Утром лучше сразу проснуться, помыться, умыться. Глоточек воды или молока попить. Вот это полезнее. На работу в первую очередь можно брать творог. Это очень хорошее питание для набора мышечной массы. А если чем больше мышц, тем меньше жира. Белок это. Вот это все из белка. Мы состоим из белка, можно сказать. Творог, гречка, овсянку. Ну, надо есть в малых порциях. И надо наедаться и сидеть вот так на работе. Это все будет откладываться в запас, то есть жир. Также нормализовать пищеварение поможет таймер. Выстроить график приема пищи несложно. Сложно его соблюдать. Для того, чтобы питаться вовремя, повесьте на работе плакат или установите будильник на телефоне. Если вы будете соблюдать правильный режим питания в течение 30 дней, то к концу месяца результат не заставит себя долго ждать. Бананы. Полезный очень. Углевод – это энергия. С утра можно овсянку, бананы или творог. Миндаль, киши, арахис. Но они очень жирные. Их тоже несет арахис особенно. Легкие забиваются у спортсменов. Их такие семечки, кстати. Не то, что я рекламу делаю, но это и есть так. Боксерам много нельзя. Месяц один раз можно арахис пожевать. Но чтобы ходить вот так арахис, этим будет трудно дышать. Нам тяжело двигаться. Правильное и своевременное питание поможет не только устранить боли в желудке, но и улучшить состояние организма в целом. Например, цвет кожи заметно поздоровеет, а настроение будет только улучшаться. Если в вашей семье правильному питанию придерживаетесь только вы, то будьте готовы, что первое время будет тяжело отказываться от маминых пирожков или тяжелых блюд. Вообще, если человек хочет похудеть, ему надо держать себя так, чтобы чувство голода всегда присутствовало. А не наедаться, потом до обеда походил, на обед. Ладно, еще покушал чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Вот такими порциями надо есть. Меньше, но часто. На обед также по чуть-чуть. И полезная пища должна быть утром, например, 100 грамм творога растворить, например, арахис, молоко, все это заварить и скушать с бананами вместе. Вот этого до обеда хватит. Энергии целиком и полезности там много. Вот этой энергии хватит до обеда. Аскар Кушедулы – мастер спорта по боксу. Ежедневные тренировки помогают молодому человеку сохранять свою фигуру в тонусе. Хотя сам спортсмен признается, что ест и не мало, но благодаря своему активному образу жизни Аскар худеет на глазах, лишь наращивая мышцы и избавляясь от жира. Потом на обед можно говядину вареную или куриные грудки, лосось, индейку можно поесть. То же самое до вечера. В пять можно чуть-чуть перегусить. Ну как чуть-чуть. Не овощами, а вот прям именно полезными. Так, гречку, если что. Ну, стараться меньше соли, больше белка. И после шести стараться не есть, а просто пить. Вот. И пить тоже надо глоточками, глоточками. У картошки – это углевод от них крахмал. Тоже, ну, можно поправиться. А у картошки – это очень хороший углевод. Силу дает. Если вы не расходуете эти силы, если вы сидите дома, от этого нет смысла, это накапливается. Не пытайтесь переучить кого-либо и не пробуйте убедить коллегу начать правильно питаться. Если ваш собеседник искренне этого не хочет, то и ваши дела не пойдут в гору. А даже наоборот – посеют в вас зерно сомнения. Так что, если что-то решили, то просто возьмите и сделайте. И никогда не оборачивайтесь назад. Аэра Турына, Виктор Степаненко, Жанна Квен. Алена, ты знаешь, что, оказывается, нельзя делать зарядку утром натощак? Почему? Ну, вот, например, если, например, не съесть перед пробежкой, не позавтракать ничего, то организму элементарный будет недостаток сахара, ему грозит просто заторможенность. Заторможенность? Буду иметь в виду. Вот поэтому прямо сейчас наш шеф-повар Роман Дубницкий поделится очередным, наивкуснейшим, а главное полезным, полезным утренним рецептом приготовления завтрака. Роман, доброе утро. Доброе утро, Роман. И снова доброе утро. Какой у нас сегодня завтрак и насколько он полезен? Приглашаю вас на нашу замечательную кухню. Сегодняшний завтрак будет очень полезным, так что, как бы, торопитесь сюда, занимайтесь своими старыми. В общем, как и всегда. Вы мне оба очень сильно пригодитесь. А, даже так? Да. Есть какие-то сложности? Нет, нет, просто будем резать, заворачивать, все будем участвовать активно. Куриное филе? Куриное филе, огурец. Попрошу нарезать его вдоль и брусочками тоненькими. Так, Ален, у вас уже попрошу... Листья айсбергов? Листья айсбергов. Так, то есть, можете прямо на доске делать, заворачивать. У нас получается салат. Нет, получается рулет. Рулет. Мы сейчас будем в айсберг заворачивать все наши ингредиенты. Роман, ну все ингредиенты понятны, кроме вот этой белой массы. Объясните, пожалуйста, что это такое? Это хумус. Хумус? Что такое хумус, для тех, кто не знает? Хумуса, принцесса. Есть крупа такая, называется нут. Так. Как крупный белый коров. Да, да, да. Ее варят, после этого ее в блендер, добавляют туда масло, специи, всякие. Получается... Это что-то турецкое. Да, это среднее... Миддл лист. Миддл лист. Миддл лист. Сейчас мы с вами на оливковом и сливочном масле обжарим куриное филе. Алена, вас уже попрошу, в принципе, начинать заворачивать рулет, потому что курица очень быстро пожарится. Вы можете использовать хумус, это будет как ваш, ну, а-ля клей. А сколько ложечек? Можете одну ложку и вот так... На каждый рулет. И нужно размазать его, да? Да, размазать. Так. Плюс туда чуть-чуть паприки. Так, сейчас я вам нарежу, нашинкую укропа, туда тоже пойдет. И у нас останется огурец вместе с куриным филе, то, что делаем мы с Аланом. Так, замечательно, можете взять... Практически все готово. Да, здесь я добавлю сейчас сливочного масла для завершения. Уже посолили, поперчили. Посолили, поперчили, да, она уже почти подошла. Ммм, какой вкусный огурец. Чудеса. Я так понимаю, значит, судя по нашему общению с Аленой, именно после этого завтрака и нужно заниматься спортом. Да, да. Отправляться на пробежку. Он не тяжеловат будет? Он будет абсолютно легок, потому что мы не имеем вообще практически здесь углеводов. Угу, никакого хлеба. Да, 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 у нас клетчатка и белок. Угу. Отлично. Все, теперь заворачиваем в рулет, а мы с Аланом делаем то же самое, повторяем за Аленой. Ну, а то, что белок-то с утра жареный, ничего? Это отлично. Да. Нам же нужна энергия какая-то? Да. Вот такой у меня рулетик получился. Супер. Что с капустой делать? Заворачивать тоже? Да, мы берем сюда, кладем хумус. А, это я тебе, да? Можете взять ложечку еще одну тоже. А, вот я вам даю. Держите. Аланчик, давай. Так, берем. Я тебе паприкой посыплю. Это сюда, да? Да. Так, а я тебе укропа дам. А вы мне огурца, пожалуйста. У нас очень слаженная команда с утра. Такое ощущение, как будто мы уже зарядку сделали. Так, хорошо. И заворачивай, да? Заворачивай. Огурец есть. Алан, можно мне огурца чуть-чуть? Огурцов можно, пожалуйста. Так. Я предлагаю нам открыть рулетную. Рулетную? Мы так быстро все это сделали. Мне кажется, рулетный во многих местах есть. А вот айсберговная не везде. Из меня, конечно, голубец не очень получился. Зато я мастер по огурцам, ребят. Да, да, да. Ты, кстати, очень-очень классно все нарезал. Мне не терпится попробовать, ребят. Каждый свой, да, тогда? Да, да, конечно. Вот подстава. Нормально. Надо было начинать с этого нашего утреннего завтрака, что каждый пробует свой. Да, может быть, тебе дать листочек такой вот. Давайте назовем его веселый завтрак. Давайте. Я предлагаю, если вы семей готовите с детьми, вы сразу скажите, каждый свой. Так, давай. Так, давай я заберу свой, а ты над тарелочкой. Вы избежали. Фантастиком. Фантастиком? Фантастиком. Ну все, поехали. Поехали. Приятного всем аппетита. Наша программа продолжается. Ура. С каждым годом количество людей, страдающих проблемами со зрением, становится все больше. Если один выбирает очки, то другие, напротив, прибегают к контактным линзам. Не пользуясь последними, необходимо помнить, что сразу после снятия линз их нужно помещать в специальный контейнер. Если они остаются на воздухе больше одного часа, то их поверхность постепенно высыхает. В этом случае рекомендуется выкинуть такую линзу. Иначе можно заработать заболевание глаз. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Можно. Садитесь. Присаживайтесь. Что у вас? Я хотела бы линзочки носить. Обычно ношу очки, как бы, постоянно. Но уже дарят, но переносится неудобно, как бы. А очки минус какой носите? Минус 2,25. Ну, тогда мы сейчас с вами проверим компьютерную диагностику и подберем размер линз, диаметр. Хорошо? Хорошо. Линзы есть месячные, трехмесячные, полугодовые, но более современные линзы месячные. Есть дышащие силиконки дрогелевые и не дышащие. Какие вы хотели бы? Наверное, дышащие. Ну, давайте сейчас тогда проверим зрение и уточним, какие вам нужны линзы. Хорошо. Хорошо. Проходите вот сюда. Перед тем, как покупать контактные линзы, необходимо пройти осмотр у врача-офтальмолога. Опытные специалисты дадут вам нужное направление и выяснят состояние зрения. В нашем случае оказалось, что у Катерины правый глаз видит немного хуже, чем левый. Давайте посмотрим ваше зрение на компьютере. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Сюда. Ставьте подбородочек, лоб прижать, очки снимаем. Угу. Расслабьтесь, далеко смотрите. Сейчас мы проверим ваш правый глаз. Теперь смотрим левый глаз. Расслабьтесь, далеко смотрите. Хорошо. При ношении контактных линз необходимо помнить об определенных правилах. Например, струя воды может смыть мягкую линзу с глаз, поэтому они должны быть закрыты при приеме душа. Также желательно воздержаться от использования моющих средств. Понимаете, очки сейчас уточним диод 3. Угу. Как видите, достаточные или нет? Ну вот, мутновато немного. Новато. А сейчас тогда посильнее. Вот посмотрите так, 2,25. Вот так четко. Хорошо, да? Хотелось бы отметить, что наносить макияж можно при наличии любых линз. Надо лишь использовать специальную косметику, которая предназначена для чувствительных глаз. Проходите, присаживайтесь, сейчас мы вам подберем линзочки. Примерим. Угу. Как тарелочка, это неправильно. Снимайте очки. Угу. Теперь мы с вами должны научиться снимать, одевать линзы. Угу. Линзы одевают за столом, перед зеркалом, чистыми руками. Давайте. Угу. Плавненько вниз посмотрите. Угу. Вниз, вниз, вниз. Закрывайте глаз. И теперь салфеточкой промокните. Лишний раствор выйдет, и линза сядет на место. Чтобы линза не потерялась, главное, чтобы она села на место. Хорошо? Угу. Хорошо. Да, удобно. Угу. Линзам нужно адаптироваться. Сегодня вы в линзах походите только 2, максимум 3 часа. Потом их надо снять. Завтра 4, каждый день будете прибавлять по 2 часа, 4, 6, 8, 10. Эти линзы дневного ношения, иногда в них можно поспать, но в основном вы на ночь их снимаете. Значит, адаптация идет неделю, 10 дней. После этого вы уже можете носить целый день. Хорошо? За компьютером, если вас будет что-то беспокоить, то можно капать еще увлажняющие капельки. Помимо этого, необходимо соблюдать несколько простых правил по уходу и хранению линз. Во-первых, нужно сохранять чистоту контейнера. После того, как вы надели линзы, сразу же вылейте раствор. Тогда здоровье ваших глаз будет в полной безопасности. Тарат Урынов на зерке Садыкова и Ильха Маюпов. Специально для Жени Кун. Алло, согласись, вот большинство наших жителей, жителей нашей страны, я думаю, да это не только наши вообще, обращаются к врачу только тогда, когда уже видят у себя какие-то симптомы болезни. Что называется, пока петух клюнет, сразу бежим к врачам. Ну, собственно, это же можно избрежать, благодаря регулярным медицинским обследованиям, все эти недуги можно уже на начальном этапе как бы предотвратить. Да и о том, почему так важно и нужно проходить обследование, нам расскажет директор медицинского центра Гульнас Шарипова. Доброе утро, Гульнас. Здравствуйте. Моя, скажите, пожалуйста, как часто нужно проходить медицинское обследование, профилактику делать и так далее? Ну, это зависит от возраста. Во-первых, медицинский осмотр нужно проходить всем. К сожалению, сейчас все заболевания, которые раньше встречались после 40 лет, встречаются у молодых. К сожалению. А с чем это связано, как вы думаете? Ну, скорее всего, это связано, наверное, все-таки со стрессом. Больше стрессов в нашей жизни. Да, больше стрессов в нашей жизни стало. Людям некогда заниматься собой, физической культурой, скажем так, да. Не остается времени на здоровое питание. То есть все это, конечно, приводит к тому, что молодые люди заболевают. Конечно, нельзя исключить и наследственную предрасположенность. Допустим, если у родителей были какие-то серьезные заболевания, сердечно-сосудистая система, скажем так, да, какие-то хронические заболевания, то нужно сахарный диабет в том числе. То обязательно нужно беречь себя с молодым, скажем так. Если молодым можно один раз в год, то кому за 40 уже нужно... То есть вот мне, например, чуть больше 30, мне два раза в год достаточно. Раз в полгода проходить какой-то профилактику, обследование. Я считаю, что молодым можно хотя бы один раз в год. Если нету каких-то хронических заболеваний, я хочу подчеркнуть. Потому что иногда бывает, что в детстве поставили какой-то диагноз, да. Забыли про него. Забыли про него. И, скажем, тот же ревматизм, да. И уже, когда ребёнок подрастает, у него могут проявиться какие-то клинические проявления. Гульнас, скажите, пожалуйста, вот перечислите подробно врачей, к которым нужно сходить и нам, с Алманом, и тем людям, которым за 40. Буду говорить про средний возраст хотя бы, да. Вы знаете, я считаю, что обязательно нужно всем сделать анализ крови на уровень глюкозы в крови, то есть на уровень сахара в крови, да. Потому что, опять-таки, хочу подчеркнуть тот факт, что среди молодых людей и среди детей сейчас очень часто встречается сахарный диабет первого типа. Это очень тяжёлая форма. Инсулин-зависимая форма сахарного диабета, поэтому всегда нужно быть на чеку. Гульнас, ну идти нужно к терапевту, да, для начала? Дальше он уже направит к другим врачам? Да. Ну это так, чтобы вам облегчили ситуацию для телезрителей, с чего начинать? У нас есть бесплатная медицина, да, то есть поликлиники, куда могут люди прийти, сдать анализы. По месту жительства. По месту жительства, да. Ну там надо, естественно, нужно сидеть в очереди, но многих времени нет. Не легче ли пойти сдать где-нибудь в каком-то центре, скажем, или в какой-то клинике, да. У нас очень много в городе лабораторий хороших, где можно сдать крови. И буквально сейчас раньше, например, анализы принимали только с утра пораньше, а сейчас можно до 12 дней сдать анализ, и после обеда, пожалуйста, у вас все анализы готовы. Главное условие – это натощак нужно прийти. Я еще хочу одну вещь сказать, да, допустим, некоторые говорят, ой, полноценный сон – это там 7-8 часов. Да, я согласна с этим. Но если вы поспали мало, но у вас в течение дня есть, опять-таки, 15-20 минут, где вы можете закрыться, сдремнуть, подремать, этого будет, да. А отложите в сторону телефон и отдохните его. Это, знаете, как помогает. Это здорово восстанавливает организм. И можно во второй половине дня смело работать до вечера, хоть до ночи. То есть вот эти вот, казалось бы, такие вот мелочи, но они настолько нужны нашей жизни, в нашем ритме. Бульна, спасибо вам огромное. Да, если честно, мне уже завтра захотелось с утра натощак пойти и сдать анализы. Ну, потому что мы на себя не обращаем внимания. Вроде мы ходим в спортзал, там, не знаю, косметологи или парикмахеры. Ну, особенно сейчас и моем. Да, да, да. А витаминоз сейчас нужно обязательно ходить. Вам огромное спасибо за приятные советы. И будем все здоровы. Мы продолжаем. Алан, ты знаешь, я недавно совершенно прочитала статью о влиянии бытовых приборов на организм человека. И, как оказалось, телевизор, компьютер, мобильный телефон и даже холодильник – достаточно сильные источники электромагнитного излучения. Совершенно верно. Такой эффект называется электросмогом. И есть несколько правил для того, чтобы защититься от него. Ну, например, правильно размещать технику в доме. Она должна находиться на расстоянии не менее полутора метров от человека. Это не феншуй, это правило. Правило. Но еще больше о защите от бытовой радиации вы узнаете из нашего следующего материала. Каждый день мы контактируем с электроникой и бытовой техникой. Поэтому многие считают, что данное устройство в наших домах и офисах излучает вредные вещества. Так ли это на самом деле, мы решили выяснить у специалистов. Более 6 миллиардов человек во всем мире пользуются электроникой. Около половины из них находятся в постоянном контакте с различными устройствами. Многие из нас уже не представляют свою жизнь без технических новшеств, особенно без мобильных телефонов и планшетов. К тому же сегодня довольно интенсивно развивается сотовая связь. Хочется отметить, что на сегодняшний день существуют нормы и правила, санитарные правила по утверждению стандарта. Это номер 173, 28 февраля 2015 года, санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам. Согласно этим санитарным правилам, нормы, действующие на территории Республики Казахстан, составляют 10 микроватт на квадратный сантиметр. То есть норма излучения электромагнитных полей, в частности, в УВЧ-диапазоне, в ультравысокочастотном диапазоне, составляет нормируемые параметры 10 микроватт на квадратный сантиметр. Многих жителей мегаполисов тревожат установленные антенны на крышах домов для улучшения сотовых связей. Существует правило, по которым определяется, допустима ли та или иная техника к потреблению. При установке антенн на крышах живых домов, естественно, предварительно, это место установки антенн обязательно согласовывается, производятся расчеты. В расчеты входят такие параметры, как биологически опасные зоны, зона ограничения застройки, санитарно-защитные зоны. То есть это все критерии, на основании которых также учитывается обязательно мощность уже установленных радио- и телеантенн. С учетом этого разрабатывается проект, который потом согласовывается с органами защиты прав потребителей. И уже после этого мы уже только даем разрешение, после того, как эти проекты уже все согласованы, мы уже все сами проверили сети расчетов, мы только тогда даем разрешение на установку антенн. Также, по словам экспертов, данные технические средства не могут нанести вред организму человека. Большую опасность представляют различные гаджеты, использование которых стоит значительно снизить. Помимо этого, приобретая любую бытовую технику или электронику, стоит обратить внимание на сертификат устройства, который должен соответствовать всем существующим техническим и санитарным нормам. Распространенное мнение о том, что бытовая техника и электроника излучают радиацию, не больше, чем миф, так как в них нет никаких радиоактивных веществ. На самом деле данные устройства излучают лишь электромагнитные волны, но их количество ограничено нормами Всемирной организации здравоохранения. Стоит понимать, что любая электроника способна нанести вред организму человека, но и этого можно избежать, ознакомившись с инструкцией по эксплуатации техники. Правда, потребители даже не достают этот документ из упаковки, читая его бесполезной макулатурой. А ведь в нем четко прописаны правила, следуя которым можно практически полностью исключить вред от пользования электроникой. Эльвира Конопьянова, Гульшат Лавьяева, Михаил Волобоев, Жанна Кун. Маркетинг – это одна из основных составляющих успеха любого бизнеса. И неважно, о какой деятельности идет речь. Это может быть, к примеру, продажа бытовой техники или услуги рекламного агентства. Да, ну а маркетинговые исследования – это очень эффективный способ получения информации о продукте, услуге или о наличии конкурентов. И об этом подробнее в нашем следующем материале. Маркетинговые исследования подразделяются по целям. Это могут быть поисковые цели, то есть сбор информации для предварительной оценки проблемы и ее структурирования. Также описательные – это описание выбранных явлений, объектов исследований и факторов, оказывающих воздействие на их состояние. После этого – каузальные – это проверка гипотезы о наличии некоторой причинно-следственной связи. Затем тестовые – отбор перспективных вариантов или оценка правильности принятых решений. И замыкающие – это прогнозные предсказания состояния объекта в будущем. Маркетинговые исследования – это всегда попытка компании понять, что такое рынок, что творится на рынке, что хотят покупатели и что делают конкуренты. Целей у маркетингового исследования бывает несколько. Если вы молодая компания, то вы пытаетесь понять рынок спроса. Насколько рынок большой, какую долю вы в нем хотите занимать. Каждый день все больше и больше количества людей обращается за помощью к маркетологам, пытаясь выяснить причину ступора своего бизнеса или же наоборот открыть свое дело. На каждый случай у специалистов свой расклад. Они подробно изучают рынок, район, финансовое положение и затем только делают какие-либо предположения. В качестве примера опытный маркетолог Алимжан Бесимбаев рассказал об одном из методов анализа. Один из кейсов, который мы реализовали, он заключался в следующем. Наши ребята, тайные покупатели, накануне праздника, во время большой очереди, набирали большое количество товаров, приходили на кассу, совершали покупку. И тут же на кассе после оплаты отказывались от всей корзины. Вспомните, сколько занимает времени отказаться от одной покупки. Да, отказываться от целой корзины продуктов куда сложнее. Но это еще не все. В этот момент на оставшихся двух кассах от продуктов отказывается еще двое покупателей. И также с полными корзинами и тележками. При всем при этом, только у двух клиентов оплата была совершена при помощи наличных. Третий же покупатель расплачивался карточкой. Продавцы у нас умеют делать возвраты. Но только в том случае, если вы оплатили наличными. Если вы оплатили карты, это вызывает ступор. Если это повторять в течение трех дней подряд, с перерывами каждые два часа вечером, то поток покупателей в магазине конкурента снижается существенно и возрастает в рядом стоящем магазине клиента. Правильно ли это решение? Возможно, нет. Помогло ли оно повысить продажи? Да. Такой эксперимент показал, что этот метод действенный. Ведь на самом деле кассиры не могут подолгу вернуть деньги. Или же делают это, но с огромной потерей времени. Тем самым вызывая раздражение у остальных клиентов, что находятся в очереди. Провоцируя их самих отказываться от товара и уйти в другой соседний супермаркет. Есть несколько методов исследования. Одно из них так называемое полевое. Когда вы ходите в поле, в город, в магазин, в большой торговый центр. И начинайте задавать вашим потенциальным покупателям вопросы и получать ответы. Ответ вы получите, но не всегда он будет качественный. Поэтому мой совет не экономить и обращаться к маркетологам. Главное условие, чтобы маркетолог имел профильное образование, богатый опыт, навыки и знания. Ведь не зря говорится, что скупой платит дважды. Так что перед тем, как открыть свой бизнес или принимать отчаянные меры по восстановлению репутации старого дела, обратитесь к специалистам. Хайрат Орынов, Михаил Валабуев, Лязат Сарсенова, Жанакун.